И всем привет, ребят, с вами Мистер Вань, Кейси и записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Как вы знаете, а может не знаете, в последнее время на стримах я начал очень часто играть на Крусейдере. И начал находить новые интересные комбинации, на которых можно давать довольно приличное количество киллов, очков и очень прикольно нагибулить. Сегодня одно из этих вооружений, это Крусейдера Вулкан, вулкан с адреналином, не с каким-то там поджогом или еще с каким-то другим устройством. На Крусейдере с иммунитетом от поджога, это возможность дамажить на постоянной основе с кирпичом на пробеле, ну и давать приличное количество киллов. Что касаемо дронов, то я сегодня выбираю бустер, ну и посмотрим, что у нас получится дать на подобном вооружении в матчмейкинге. Сыграем контроль точек плюс ТДМ, два дефолтных режима, которых я играю в последнее время на постоянной основе. Ну и будем стараться, помимо того, чтобы дать приличное количество киллов, еще конечно же выиграть катки. Я буквально, наверное, 3-4 дня назад только выкачал Крусейдера на фулл, раньше всегда недооценивал этот корпус и считал его ненагибающим. Не знаю почему, но почему-то мне всегда не казалось этот корпус чем-то уникальным, нагибающим, крутым. И я не придавал ему особого значения. Но в последнее время, после того, как мне надо было прожать овердрайвы на особой миссии, на последнем, можно так сказать, ивенте, Я приобрел себе Крусейдера наконец-таки на МК-8 на одном из стримов и был приятно удивлен тем, что вообще показывает на данный период времени данная жесткая тарелочка в матчмейкинге. И я думаю, что в ближайшее время я запишу еще пару-тройку видосов на этом корпусе с разными пушечками и покажу вам пару-тройку еще интересных комбинаций и возможностей реализации этого замечательного корпуса. Ну а сегодня с именно вулканом постараемся дать как можно больше. Посмотрим, что получится. Давайте больше, наверное, я не буду особо много балаболить, а буду стараться уже давать киллы, потому что пока что у меня только четверочка, мы еще и в катке летим 0.3. Акцентируем внимание на точке, ну и стараемся прожимать какие-то аппетитные, грамотные овердруйвики, да, то есть вот такие вот тарелочки, чтобы у нас сочные залетали. Сейчас я надеюсь, что купол пропадет и мы еще эту точечку тоже сможем здесь захватить побырику. Почему именно вулканчик с адреналином, спросите вы меня, почему не поджог? Многие ребята до сих пор думают, что там с поджогом лучше играть на этом вулкане, но мета уже поменялась. Вулкан с поджогом занерфили, от него теперь уже нет никакого смысла. И единственный смысл с ним есть играть только с защитой от поджога, но тогда вы будете гореть. Поэтому, если вы играете на корпусе летающем, по типу там Ареса или Крусейдера, и у вас есть иммунитет от поджога, то лучше всего юзать непосредственно не устройство с поджогом, потому что оно теперь не дает никакого преимущества, а играть с адреналинчиком. Он будет в дальнейшем очень метовым, пока что еще об этом особо никто не знает, особо его никто не использует, но я, если посмотрю на дистанцию, то уверен, что скоро на нем начнут большинство игроков в матчмейкинге, которые играют на вулкане. Катать, когда они поймут, насколько это вообще жестко-аппетитная комбиночка. Так, ладно, что касаемо этого боя, я вот рассказываю, что все очень круто, но очень много титанов против, я, конечно, хорошие здесь сосульки накидываю, но мы летим, мы летим, полбоя уже прошло, по киллам не все так круто, не по киллам, не по точкам, поэтому стараемся вытягивать. Живем очень долго, это хорошо, катка более чем благоприятно складывается для меня. И, к слову, почему бустер, а не тот же, например, защитник, да, то есть я считаю, что важная составляющая здесь использования бустера, это то, что у вас не кдшится ддшка. Я пробовал играть на защитнике, и моментами, когда кдшки ддшки наступает, у вас есть, конечно, броня, но вы не даете такого большого урона, соответственно, вы теряете тайминги, и лучше в эти тайминги играть с ддшкой, нежели с броней. Да, то есть я, ну, потестил, посмотрел, мне почему-то показалось, что лучше играть с бустерочком, не так уж жестко респят, и моментами можно просто сейвиться, где-то выжидать тайминги хорошие и жить. Так, начинаем контролить три точки, это очень хорошо, я буду продолжать делать акцент на центр, по киллам уже шестнарик, не сказать, что много, но уже и не сказать, что мало. Здесь, если где-то около 25 я дам за такой бой, это будет хорошее количество киллов, но для этого надо еще постараться выдать сейчас, например, хорошую сосулечку. Сосулечка полетела, сразу три танка с пробитием стоят, и можно... А, вот это вот танк, у него иммунитет от пробития, я понял. Я думал, что за фигня, вроде по троим дал. Сосулька очень эффективно работает, прям максимально, и кулдаун у нее очень маленький. Я не знаю, ну серьезно, я уже задаю себе раз 20-30 вопрос, почему я не юзал раньше этот корпус, и я не могу дать себе ответ. Почему я думал, что этот корпус не имба, почему я думал, что это шляпа какая-то усатая. Вот один раз потестировал на спецаке, и вот почему-то мне показалось, что этот корпус не тянет. Но это мнение было ошибочное, и сейчас я признаюсь, что я был с ошибочным мнением в голове, и зря не использовал столь долгий период данный замечательный корпус. Так, мы начинаем опять сливать. Минута до конца, 22-ечка есть. Я там, конечно, сосулю, одну пустил, пока базарил не совсем красивую, ничего страшного. За счет критического урона тоже очень неплохо можно давать дополнительного урончика. Ой-ой-ой, гром овер прожал. Так, две точки у нас под контролем, надо, чтобы кто-то еще захватил что-то. Я централик буду сейчас под контролем, надеюсь, что до конца будет держать, как в старые добрые времена. Кто знает, как я раньше точки на Toffle Lawrence of the Points контролировал. Кто-то поймет, в чем весь прикол, но надеюсь, что я буду сейчас на верочку до конца додержу ее, а не так, как раньше у меня получалось. Так, и главное, чтобы он сейчас Титанчик поставил вот там вот купол. А, он даже не хочет его сжать, это очень хорошо. Это очень хорошо. Стоим контролем до конца. До конца на контроле у нас две с половиной точки. Нам этого явно хватит, если мы не потеряем ничего. Еще и молодой отхватил вражескую. Ну и главное здесь Титану не дать прожать купол на точку. Чтобы я чуть-чуть времечко здесь тоже выиграл. Нормально. Выиграли 27 килов, 27 килов, 600 очков. Я считаю, очень неплохо. Очень неплохо. Для 6 на 6. По кристаллам, конечно, насыпало, но не так много, 3 600 всего лишь. Ну и теперь скатаем ТДМочку. Посмотрим все-таки, сколько можно дать в ТДМке. Я играл на подобном вооружении даже на стриме пару-тройку раз. И где-то около 30 стабильно можно давать. И это, наверное, довольно простой геймплей. Для тех ребят, которые не особо любят потеть. Там как-то жестко не умеют давать большое количество килов на каких-нибудь, я не знаю, страйкерах или еще каких-то других вооружений. То есть, если вы хотите просто спокойно почилировать, подавать килы и забирать кристаллики. Это вот одно из тех вооружений, на которых вы можете просто на спокушечке чисто вот так вот погонять, позажимать пробельчик и пофармить. Поэтому берите на заметочку. Я думаю, что, ну как я уже сказал, это скоро станет очень метовой темой. И, ну возможно, после этого видеоролика вы все чаще и чаще будете видеть подобные комбинации. Можно также использовать все это дело с аресом. Да, арес тоже очень отлично подходит. Но, как я сказал, у меня на арес до сих пор иммунитета от поджога нету. Был бы иммунитет от поджога, я бы играл бы с ним. Ну а так, так приходится играть на другой темочке. Так, сейчас сосулю хорошую дадим. Ай, не дал, корпус развернул, но вроде там что-то надамажил. Хорошо, так, викинга вот этого сольем, наверное. Так, чуть на оттяночку. А, 7 киллов, нормально. 7 киллов за полторы минутки. Неплохое количество для такой-то демочки. Для нас цель здесь дать, ну хотя бы 30... 35... 30-35... 30-35... 2 килла здесь даем. И, знаете, в чем еще есть фишка огромная этого вооружения? Это то, что вы можете... Блин, не хотел сосулю эту запускать, если честно. Вы можете очень круто надамаживать сразу большое количество противников, да. То есть, бывают очень такие хорошие тайминги, когда у вас есть тиммейты, которые там дают сплэш урон и быстро там подсасывают у вас фраги, то вы просто, например, надамаживаете одного, потом надамаживаете второго, третьего, четвертого и сразу со всех этих противников по пятерочке себе красиво в карманчик кладете. То есть, тоже можно таким моментом пользоваться. Очень эффективная работа получается по итогу. Здесь много всяких возможностей реализации. Мне очень понравилось это вооружение. Ну и здесь даже не так сильно пушка мне нравится, как мне нравится вот этот вот корпус с этой сосулей. А раньше это вообще сосули еще большее количество урона наносило. Но я не знаю, что там было с овердрайвом. Насколько он быстро копился. Если он так же быстро копился, вы можете написать, и был с большим уроном, то я вообще, походу, всю имбу, всю сказочку потерял, профукал. И это, конечно, немножко грустновато. Так, хорошую сосулю накидываю. За счет одной сосули можно где-то в каждом бою, я думаю, порядка 5-10 килов давать. Стабильно. Это очень крутая тема. Мне нравится. Ну и за счет критического урона, вот, например, в таких ситуациях, можно сливать даже чела с резистом. Потому что у вас за счет крита не будет чувствоваться его рез. Полбоя, 19 килов. Очень хорошо. Очень хорошо. Пока что плывем. Именно плывем на тарелочке. Стараемся плыть дальше еще лучше. У меня уже тиммейт начинает мой накидывать. Не знаю, зачем. Накидывает у меня тиммейт. Бывает даже случайно просто какие-то дополнительные киллы зарабатываются. Ну, здесь, конечно, я под Гаусс открылся. Не очень приятненько. Так, ведем, ведем. Плюс 6, 7 килов ведем. Надо главное выиграть. Надо главное выиграть. То если такую катку проиграем, будет не совсем приятно и не совсем круто. Я бы не хотел такой бой проигрывать. 100 килов. Даже досрочку не сделаем. Это очень хорошо. Это значит, что у меня есть возможность здесь дать как можно больше. Мне очень обновочка понравилась с тем, что сейчас есть возможность спокойно даже не доходить до досрочки в таких режимах. Это очень достойная темочка. Так, Гаусс стоит на моей сводке. Да, он все не может свестись никак. Так, и у него, у него, какой не к нам у него? Мозоль, мозоль, мозоль. Да, у него иммунитет от пробития. Гениальный мув. На титанчике брать иммунитет от пробития. Ну ладно, мы его сейчас быстренько скушаем, пока он думает, что он ничего не сделает. Сейчас быстренько еще вот этого молодого чебурека захаваем. Хорошо. И мне бы по-хорошему вообще не попадаться на этого титана. Уж очень больно он дает. Блин, и мы начинаем проигрывать уже? Блин, ааа, это очень плохо. 26 киллов у меня. Мы начинаем проигрывать. Так, кто-то там мамонтом дает по жесткому. Мы вот мамонта быстренько скушаем. Полторы минутки есть еще. Ржбика-жига открывается. Сразу мы в харю эту приписываем чуть-чуть урончику. И стараемся развивать дальше киллы наши. На стрейфах уходим. Уходим от рикошета на стрейфах. Есть еще дроповая аптечка. Плюс один килл у нас по катке только пока что. Надо, надо работать, надо работать, надо работать, надо работать, надо работать, надо работать, надо работать. Титанчик хочет свистись, но мы ему не даем свистись, входим на страйфах, аккуратненько, страйфим, 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 чтобы у него не было возможности свистись. Хорошо, его убиваем, это очень может сейчас жестко зарешать по таймингу. Сейчас очень такая решающая концовочка боя. Ай-яй-яй-яй, я сливаюсь, я сливаюсь, блин, мы минус 4 летим, минус 4 летим за 30 секунд до конца, очень плохо, очень плохо у меня скорее всего уже не осталось возможности реализации, но стараемся, пробуем, 17 секунд, 3 кила отрыва, даем хорошую сосульку, уничтожаем одного, второго, забрать сейчас хорька и может быть даже потянуть. Хоречка, хоречка, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, как жестко сейчас рельса меня приземлила на землю, приземлила на землю, всё, Габелла, короче, слили 34 кила, но по килам очень неплохо, с 4 с половой, 4 с половой со слитой катки, уф, очень неплохо, очень неплохо, а, у меня такая команда, конечно, я понял, почему я проиграл. Хорошая команда, 34 у меня, 11, у 2, 2, 13, 5, 10, 5, 12, 4, 6, да. Ну, как-то так вот, вот вам одно из интересных наблюдений вооружений, которые я нашёл, пишите, что вы думаете по этому поводу. Поддерживайте видео ролик лайком, подписывайтесь на канал, если вам нравятся игровые видосы, если вы ждёте новые подобные интересные видосики и напишите, какое вооружение вы хотели бы увидеть в дальнейших выпусках в игровой тематике. Ну, а с вами был мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!